Просто посмотрите на факты. С начала войны на Украине в этом году цены на газ США выросли почти на 2 доллара за галлон, а иногда и больше по всему миру. Но это было не просто вторжение Путина на Украину. Это был отказ США и остального свободного мира позволить Путину спустить с рук то, чего мы не видели со времен Второй мировой войны. Я сказал тогда, что поддержка Украины во время самой серьезной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны, защиты демократии, защиты свободы, не обойдется американскому народу и всему остальному свободному миру даром. Нам тоже пришлось бы заплатить определенную цену в виде стоимости военной техники, экономической помощи, гуманитарной помощи и попавшей под санкции российские банковские отрасли. Россия также является одним из крупнейших поставщиков нефти в мире. Мы перекрыли поставки российской нефти в США и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что мы увидим более высокие цены на бензин. Мы могли бы закрыть глаза на убийственные действия Путина, и цена на бензин не поскочила бы так, как сейчас. Но я считаю, что это было бы неправильно. Я верил в это тогда, я верил тогда и верю сейчас. У свободного мира не было выбора. Америка не могла оставаться в стороне, и Запад не мог оставаться в стороне и просто наблюдать, как танки Путина вторгаются в Украину и захватывают суверенную страну. Если бы мы остались в стороне, Путин бы не остановился, Путин бы продолжал действовать, и мы столкнулись бы с еще более высокой ценой на бензин. И дело было не только во мне. Американский народ понял. Американский народ поднялся в этот момент. Американский народ сделал то, что делал всегда. Защитил свободу во всем мире. Они решили встать на сторону народа Украины. Итак, для всех республиканцев в Конгрессе, которые критикуют меня сегодня за высокие цены на бензин в Америке, вы сейчас говорите, что мы были неправы поддерживать Украину? Вы хотите сказать, что мы были неправы, когда противостояли Путину? Вы хотите сказать, что мы предпочли бы более низкие цены на бензин в Америке и железный кулак Путина в Европе? Я в это не верю. Простая правда заключается в том, что цены на бензин выросли почти на 2 доллара за галлон из-за безжалостной атаки Владимира Путина на Украину. И мы не позволим ему спустить это с рук. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы уменьшить эту боль на заправке.